Февраль 1943 года. Курская область. Несколько разведчиков Красной Армии возвращаются с задания и натыкаются на почти бездыханное тело. Из-за льда и окровавленного снега его пришлось вырезать финскими ножами. 28 июня 1942 гитлеровцы начали наступать на Воронеж со стороны Курска. В скором времени барон Максимилиан фон Вейхс объявил о взятии города. Оборона Воронежа длилась 212 дней. Линия фронта проходила через город. Окупантам не удалось назначить свою администрацию. Никто из местных жителей на призывы сотрудничать не откликнулся. Бои в здешних местах некоторые историки называют «малым Сталинградом». Бои за Воронеж действительно были пеклом. Почему? Потому что, во-первых, это было лето 1942 года. Стояла неимоверная жара. Наши войска находились в тяжелом положении не только из-за климатических, скажем, условий. Они находились в тяжелом положении географическом, так как в основном местность под Воронежем открытая. Ее хорошо могли просматривать вражеские войска. Это постоянные обстрелы, это авианалеты. На Воронежском фронте сражалось более 2,5 миллионов человек. Погибло более 229 тысяч. Раненые составили более 600 тысяч. В это пекло попала молодая медсестра Зинаида Тусналобова-Марченко. Девушке было всего 23 года. Комсомолка закончила курсы медсестер и добровольно отправилась на фронт. Это ее, полумертвую и измученную, нашли разведчики под Курском. Зинаида Тусналобова-Марченко, урожденная Морозова, появилась на свет 23 ноября 1920 года на хуторе Шевцова, недалеко от Полоцка, в семье зажиточных крестьян. В Первую мировую войну отец Михаил Денисович за храбрость и мужество удостоился высоких наград. Был полным георгиевским кавалером. С 1925 по 1926 год Михаил Морозов был председателем сельского совета, заседателем народного суда, бригадиром. Инициировал создание колхоза. Когда началось раскулачивание, его вместе с семьей выслали в Кемеровскую область. Было принято решение сменить фамилию. Морозовы стали Тусналобовыми. Это не помогло. В 1938 году его расстреляли. Семью переселили в Ленинск-Кузнецкий. Мать Зинаиды всегда верила в то, что не страна виновата в бедах людей, виноваты конкретные люди. Правда, раньше или позже новость торжествует. Да, правда, торжествовала. В 1958 году отца Зинаиды, а также ее двоюродного дядю, который несколькими месяцами ранее был расстрелян в Рассонском районе по приговору районной тройки. Реабилитировали, а их дела закрыли за отсутствием состава преступления. Но до этого еще надо было дожить. А пока мать благословила дочь идти сражаться. Благословила, не знаю, увидит ли она ее снова. Во время сражений за Воронеж Зинаида спасла из-под обстрела 40 бойцов. За это она получила свою первую боевую награду – Орден Красной Звезды. Она являлась женщиной, хрупкой женщиной или девушкой. И было очень сложно выносить тяжелые, с вооружением тела раненых. Однако ей это удавалось, и все были очень удивлены. Как? Каким образом она это делает? За счет чего? За счет смелости, физической подготовки. В феврале 43-го началась подготовка к битве на Курской дуге. Гитлеровская армия была окружена в районе Горшечного, что в Курской области. К тому моменту на счету молодой медсестры было 123 спасенной жизни солдат и офицеров. В одном из боев ранили командира роты Николая Тимошенко. Зинаида хотела помочь, но не успела. Старший лейтенант погиб. Разрывной пулей медсестре перебила обе ноги. Она потеряла сознание. Зима, мороз. Гитлеровские войска наступают. Сколько времени на холодной земле провела медсестра – неизвестно. Она описывает себя так, таким образом, что очень было холодно, зимний день, и когда она уже практически без сознания находилась, она почувствовала, что кто-то ее трогает. И вот прояснившееся сознание как раз зафиксировало, что это был перед ней немецкий офицер, который среди убитых пытался отыскать, наверное, раненых или живущих. Она рассказывает, что это были удары ногой, очень тяжелые, тупые удары. И затем, после ударов в голову, она заметила, что это было оружие, приклад оружия. Она потеряла сознание. Разведчики доставили раненую Зинаиду не в госпиталь, а домой к местной жительнице Матрёне Малаховой. В медицинских учреждениях в разгар войны места зачастую не хватало. Да и везти куда-то раненого человека под обстрелом рискованно. У нее уже в это время находилось две семьи, которые она приютила. То есть давала им кровь, уют, питание. Ну и, безусловно, бойцы Красной Армии посчитали, что это будет спасением. Она по своим традициям, безусловно, учитывая, что погода была очень холодная, тяжелая, она размещает ее на печку. Печка была теплая, а ранения, которые были на семье, они давали о себе знать. И от этой теплоты, безусловно, начинает гангрена расширяться. Матрёна принимает решение. Она ложит ее на санки, впрягается в эти санки, и она довозит до госпиталя. Вердикт медиков был жестоким. Необходима ампутация руки-ног. Желание жить победило боль и страх. Все замечали, насколько мужественный этот человек, насколько он не боится боли и насколько у нее есть желание жить. Тоже врачами было отмечено. Как только она приходила в себя, вот первые ее вопросы, они касались, как дела на фронте. Будучи на излечении в госпитале, она требовала, чтобы ее носили по госпитальным палатам и вселяла в сердца находившихся на излечении бойцов веру в жизнь, как она говорила. Тут есть люди, которые не хотят жить, которые считают, что раз они инвалиды, то для них все потеряно. А я должна их поддержать и заставить жить. Став инвалидом, Зинаида не хотела ни для кого становиться обузой. В первую очередь для любимого мужчины. Весной в 1941-м девушка познакомилась с офицером Иосифом Марченко. Через год их разлучила война. Пожениться не успели. Несколько месяцев Зинаида собиралась с мыслями, чтобы написать Иосифу письмо. Иосифа призналась, что осталась инвалидом, что она его, возможно, немного даже подвела тем самым и не будет держать зла, если вдруг Иосиф все же оставит ее. Иосиф не заставил долго ждать Зинаиду с ответом. Уже через несколько месяцев она получила то самое долгожданное письмо, в котором была следующая фраза, такая фраза обращения «милая моя малышка». То есть о чем это говорило, что Иосиф, он не собирался от нее отказываться, что он сказал, это ведь судьба, наверное, нам приготовила такие испытания, и что мы все равно будем с тобой вместе. И радость одна, и победа должна быть тоже одна для нас. В общей сложности в больницах Зинаида провела 15 месяцев. В Свердловске она познакомилась с главным хирургом госпиталя Николаем Соколовым. Он очень хотел помочь мужественной девушке. Восьмая операция, она заканчивалась тем, что врач предложил ей сделать расщепление. Расщепление правой руки для того, чтобы она могла использовать вот такую форму пальцев, для того, чтобы, возможно, писать, брать. Она пробовала себя обслуживать, брать вилку, брать ложку, брать предметы, переносить. И вскоре она почувствовала, что может и писать. И вот все в совокупности давало ей возможность коммуницировать, общаться. И вот в этой коммуникации она будет настолько заметна, заметна, как на поле боя, когда она помогала. Зинаида мечтала научиться писать. В госпитале для нее придумали устройство – резиновую манжету с закрепленной ручкой. Ее надевали на остаток правой руки. А хирург Соколов всегда был рядом, поддерживал. Однажды под Новый год он принес в палату девушки два красных яблока, как привет от его родных, чтобы Зинаида не чувствовала себя одинокой. История несломленной медсестры стала разлетаться по городам. К Зинаиде начали приходить пионеры, комсомольцы, рабочие и журналисты местных газет. Ей как-то попалась книга Николая Островского «Как закалялась сталь». Она прочитала эту книгу и читала, хочу заметить, перелистывала страницы языком. После прочтения книги она подумала, что все-таки она не в самом, скажем так, безнадежном состоянии, что она может жить, что она видит, она не ослепла, она не оглохла, и она может дальше как-то помогать своей родине. Она о бедах не плакалась. Она рассказывала о том, как сражалась, как стала инвалидом и призывала отомстить, потому что сама уже в руках оружие держать не может. Она выступала перед рабочими танкового завода. Речь про «Уралмаш». В цех предприятия Зинаиду внесли на носилках. Девушка попросила рабочих сделать за нее хотя бы по одной заклепке для танка, ведь сама она работать уже не может. Простыми словами сказала, мне 23 года, я инвалид по сути, но я тоже хочу сражаться и внести какой-то вклад в победу. Бойцы, сражайтесь за меня, убейте врага, стройте танки, стройте самолеты, и победа обязательно будет за нами. После такой пламенной речи, после выступления на этом заводе внеурочно, в нерабочее время было выпущено 5 танков. В мае 1944-го Зинаида Тусналобова-Марченко узнала, что советские войска подходят к ее родному Полоцку. Она написала письмо-призыв воинам Первого Прибалтийского фронта, которое опубликовали в газете «Вперед на врага». «Отомстите за меня, отомстите за мой родной Полоцк». Это пишет человек, которого фашисты лишили всего – счастья, здоровья, молодости. Пусть это письмо дойдет до сердца каждого из вас. Надпись «За Зину Тусналобову» появилась на танках, самолетах и снарядах. Например, этот лозунг был на фюзеляже Ил-2 героя Советского Союза Петра Андреева. Бойцы, которые сражались под этим лозунгом, были награждены и орденами, и медалями. Но сама Зинаида Тусналобова-Марченко вспоминала о одном человеке, который специально ее разыскал уже после войны, чтобы поблагодарить и чтобы поклониться ее подвигу. Это был герой Советского Союза, летчик-штурмовик. В 1957 году он приехал в Полоцк, чтобы сказать Зинаиде Михайловне самые добрые слова. Солдаты и офицеры писали Зинаиде письма. Тысячи писем. Простые бойцы и командиры делились своими успехами, а отвечала она на каждое, несмотря на увечья. Со многими переписывалась до последних дней жизни, старалась поддержать своим примером. Солдатские письма, они частично также опубликованы были в газетах, потому что имели очень эмоциональную такую сторону. Солдаты, может, впервые обращали внимание на такой характер, как взаимоотношения с молодой девушкой. Конечно, рядом с ними также были радисты, были связисты, медики. Но такой пример для них был необычен. А ведь всего этого могло и не быть. До 1944 года в Советском Союзе было не принято давать слово в газетах военнослужащим, которые получали тяжелые травмы. Считалось, что это может деморализовать армию. Но с Зинаидой получилось все наоборот. Она заражала своим желанием жить и бороться. После многочисленных операций Зинаиду направили в Институт протезирования в Москву. Медики сделали все, что могли. Но тогда могли они немногое. Протезная промышленность и система социального обеспечения была в зачаточном состоянии. Протезы изготавливались в лучшем случае в кустарных мастерских, если речь шла о партиях протезов. Главным образом это было ремесленное производство под конкретного потребителя. После войны ситуация изменилась настолько, что пришлось создавать протезную промышленность. А пока протезов нет. Безногие инвалиды передвигались на тележках, поскольку не было и достаточного количества инвалидных кресел. Известна фотография, на которой запечатлены два инвалида войны. Одноногий адмирал флота Советского Союза Исаков, начальник морского генерального штаба, на костылях. И рядом с ним герой Советского Союза, главстаршина безногий на тележечке. Идут вдоль набережной в Москве и о чем-то говорят. Душераздирающая, конечно, фотография. Но так оно и было. У Зинаиды была мечта. Она хотела встретить с войной любимого Иосифа на своих ногах. Нужно было заново научиться ходить на протезах. Когда она встала на ноги, она подумала, что самый высокий человек в мире, будучи на вот этих протезах. Произвела невероятное впечатление на всех, кто находился в госпитале, на медсестер, которые говорили об этом человеке, как о сильной девушке. Девушке, которой было 23 года, и девушке, которая поверила в жизнь. Например, когда все устают, она все равно пробует заниматься специальными упражнениями, разрабатывая определенные функции для рук, для ног. Это уникальный пример, как человек мог вернуть себя снова в строй. Из Москвы Зинаиду забрала мама. Добраться было непросто. Деньги на дорогу собрала комсомольская правда. Газета взяла шефство над девушкой. Вскоре война закончилась, и Зинаида дождалась любимого с фронта. Иосиф Марченко был ранен в ногу. При встрече с Зинаидой своей любимой в послевоенный период, он тоже шел с тростью, прихрамывал. Договорил о том, что ранение его все-таки беспокоило еще и в послевоенный период. Была такая трогательная встреча, потому что Зинаида все равно до последнего сомневалась, как же воспримет ее Иосиф. Уже совершенно другую. Буквально на следующий день Иосиф, Зинаида сообщили матери Зинаиды о том, что вскоре поженятся. И буквально через год у них появился первый ребенок, второй ребенок через полтора года. Но, к сожалению, эти дети умерли от инфекции. Любовь Зинаиды и Иосифа справилась и с этими потерями. Вскоре в их семье родились еще двое детей – Владимир и Нина. Когда-то супруги мечтали о том, что вернутся домой и посадят яблоневый сад. Так и сделали. За деревьями Зинаида ухаживала сама. Когда появились первые плоды, гостинцы отправили хирургу Николаю Суколову в знак благодарности. И как напоминание о тех красных яблоках, которые он принес Зинаиде в палату под Новый год. К Зинаиде Туснолобову и Марченко приходили пионеры-комсомольцы. Она рассказывала о своей нелегкой судьбе. Ей писали письма военнослужащие. Благодарили Зинаиду за все, что она сделала. И она снова помогала, как и чем могла. Будучи депутатом городского совета депутатов трудящихся, она никогда не хлопотала о себе, а хлопотала о других. Помогала выбить квартиру, устроить ребенка в детский сад, обеспечить врачебное обслуживание неходячему инвалиду, при том, что сама была инвалидом. К концу Великой Отечественной в Советском Союзе насчитывалось 3,5 миллиона инвалидов войны. Для них создавались специальные здравницы и интернаты. Самый знаменитый санаторий находится на острове Валаам. Туда привозили, в том числе, инвалидов, которые потеряли родных и близких. Народный художник Геннадий Добров создал графический цикл «Автографы войны». 36 портретов искалеченных людей, которые дрались за родину. Увидеть работы можно было только в мастерской художника. Провести выставку этих портретов в советское время Доброву не разрешили. Сам Добров мог о себе сказать. Я взглянул на страдания человечества, и душа моя уязвлена стала. Он действительно стремился показать людское страдание на своих картинах, но так и на своих гравюрах, но так, чтобы этот показ не приводил к потере веры в жизнь. Он стремился показать, что и в таких нечеловеческих условиях люди остаются людьми. Они верят, они ждут, они к чему-то стремятся. В декабре 1957-го Зинаиде Тусналобовой-Марченко указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Она не ждала награду, но награда ждала ее более чем 10 лет. Против героини сработали ли особенности советской наградной системы? Чтобы стать Героем Советского Союза, чтобы получить орден или медаль, надо быть представленным к награде. В действующей армии к награде представляло командование части. В конце концов, получилось так, что, выбыв из своей части по тяжелому ранению и став на несколько месяцев пациентом военных госпиталей, Зинаида Тусналобова-Марченко потеряла возможность быть представленной к такой награде. Госпитальное начальство могло представлять к награде только своих подчиненных, но не пациентов. В 1965-м Зинаида Тусналобова-Марченко удостоилась еще одной награды – медали «Флоренс Найтингейл». В Советском Союзе эту медаль получили только 46 медицинских работников. Медаль «Флоренс Найтингейл» является высшей наградой для военных медицинских работников Международного комитета Красного Креста и Международного союза общества Красного Креста и Полубесяца. И это очень престижная награда. А Зинаида Тусналобова-Марченко, ставшая кавалером этой медали в 1965 году, стала третьей советским военным митингом, награжденным медалью «Флоренс Найтингейл» и первой медицинской работницей, получившей эту награду в Беларуси. Тусналобова-Марченко никогда не сидела без дела. Она научилась себя обслуживать, выполнять работу по дому. Часто встречалась с однополчанами, приезжала на заводы. До своего 60-летия Герой Советского Союза не дожила всего несколько месяцев. В Витебской области матерям вручают премию имени Зинаиды Тусналобова-Марченко. В Полоцке есть музей-квартира Героя Советского Союза. В ее честь названа улица и медицинский колледж. И сколько бы времени ни прошло, она останется примером стойкости и мужества. Много лет назад хрупкая девушка смогла доказать – желание жить и любить побеждает любые трудности.